Привет, друзья! Мы находимся в Святая Святых на заводе Теплодар в одном из цехов, в котором производится сборка, финальная сборка первой партии чугунных банных печей Былина. Нас пригласили специально для того, чтобы мы смогли быстро до вас донести информацию об этом уникальном изделии старейшего печного завода России. И сегодня мы посмотрим, как, из чего изготавливаются эти печи. Обязательно посмотрим на все технологические процессы, поучаствуем в литье, увидим, как льется чугун и проведем его химанализ. Ну а также нас ждет увлекательнейшее действие, но обо всем по порядку. Поехали! Печь мы сейчас детально обсмотрим, конечно, но, как мне не жаль, нам придется ее распилить. Ну вот она печка вблизи, Былина. Очень интересный конвектор. Собирается интересно на вот таких вот барашках. Первый раз такое вижу в банных печах. Ну, здесь, в принципе, схема-то, наверное, классическая. Я еще внутрь не лазил, в этой печке не смотрел. Но все, что мне пока позволяет мой опыт сказать, что изготовлена она из трех отливок, основных отливок. Это вот верхняя часть, точно такая же нижняя часть с орибрением, коллектор-дымосборник и чугунный зубоотбойник. То есть всего несколько частей. Также все на болтовом соединении. Если там уплотнуть небольшой шнур, сейчас мы посмотрим. Но больше всего мне интересует, почему здесь вот такая вот каменка, как бы двухконтурная. Рамка тоже очень интересная. Имитация под такую ковку. Заклепок очень много. Выглядит это все внушительно очень. Дверца новая у Теплодара на эту печку. Тоже с подштамповкой, с фирменным логотипом. Дверца простая, не самоохлаждаемая. Но, видимо, это и не требуется в этой печи. Ну, а в топке все просто. В принципе, как я и предполагал. Две половинки, собранные на болтовом соединении. Чугунный колосник. К топке крепится выносной топливный канал. Также на болтах. Дверка с поджимным механизмом. И ящик зольника. Классический узенький Теплодаровский ящик зольника. Узенький, но очень-очень емкий. Вообще, конечно, печь не выглядит маленькой. Выглядит очень внушительно. И в ее оформлении используются два основных цвета. Это графитовый и черный. Очень интересное сочетание. Печка такая мощная. Мощная. Чугуневая. Ну и логотипчик Теплодар. Я еще вижу на сборке несобранные печки. Пойдемте посмотрим их. Вот сколько много у нас печей собрано. Вот так я и предполагал. Что здесь корзина каменки. Смотрите, какая огромная корзина каменки. У этой печки. Она, наверное, килограмм... Ну, минимум 50-55, а то и больше. Килограмм 60 камней. Это сюда точно, наверное, войдет. А вот зачем мы ее сделали двуконтурной такой? То есть корзина каменки. Сверху закрывается еще декоративным кожухом-конвектором. Видимо, какая-то в этом есть фишка, какая-то задача. Леша, в твоем цеху делают печку эту, да? Здесь у вас. Скажи, вот ты мне, как человек, который участвуешь в сборке, так или иначе, хоть ты и большой босс, ну, смотри, я заметил, что здесь корзина каменки отдельно, как бы, да, изготовлена. Да. А сверху она закрывается еще кожухом-конвектором. Да. А почему вот такое решение? Почему бы просто кожухом-конвектором сделать и не положить туда камни? Какая-то хитрость? Хитрости нет, все просто. Конвектор от камней его раздаст. А-а-а. А каменка, она более толстая, из более толстого металла. Слушай, она круто. Эту каменку позиционируем на топку, а конвектор позиционируем на каменку. Позиционируем здесь, это не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения производства, позиционирования, соответственно, расположения элементов относительно друг друга. Да, да, все равно. Слушайте, печка тяжелая. Вон, два крепких парня с трудом. Да. Вот, да. Вон, два крепких парня. смотрите как интересно вот никто из производитель такого не делает а делает только теплодар вот этот зуб отбойник чугунный который выполнен виде отдельные такой отливочки у других производителей он просто лежит и болтается а здесь он установлен именно в той позиции как предполагали на заводе и сделано это специально для того чтобы был полноценный ход пламени внутри топки чтобы его случайным образом неопытные пользователи не установили по-другому в некоторых случаях бывает что забывают устанавливать эти отбойники вот давайте вы демонтируем выбьем и приступим к распилу печки так вот чугунный зуб был удален операция прошла успешно все пилим вот но и 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 Продолжение следует... 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 как она есть. Печь честная, честная во всем. Здесь 10 миллиметров в любом элементе даже больше толщины чугуна. Чугун собственного производства по мосту 85-го года. Долго вы приходили к тому, чтобы сделать чугунную печку. Почему вы не пошли по пути вот некоторых компаний, которые покупают ОМ-топки у производителей литья чугунного и просто навешивают свои шильды, навешивают свое внешнее оборудование и продают уже под собственной торговой маркой. Действительно шли долго к производству. Здесь скрывать нечего, все знают. Почему так произошло? Да все просто. Хотели сделать действительно надежный, действительно крепкий товар, крепкую печь. Поэтому и выверяли состав чугуна, выверяли саму конструкцию топки. Более того, даже мы там не пошли по пути из гора, из каких-то деталей уже отлитых, да, а при этом оценное литейное производство на территории Теплодара. Я так понимаю, что это первая ласточка. Вы, наверное, не случайно выбрали мощность печки 18 кВт, ну, то есть печку, рассчитанную на 18 кубов парильного помещения, как один из самых ходовых, наверное, размеров, да, сейчас. И линейка как-то будет изменяться наверняка. Даже не изменяться, а дополняться новыми моделями. Ну, это, да, это сейчас так на уровне анонса, скажем, да. Действительно, в этой линейке 18 кубовой до 18 кубов будет еще несколько модификаций внутри этой же мощности, да. Это будет и большой панорамной кверцией печь, это будет и печь-сетка, тоже в исполнении именно с такой топкой, а, скорее всего, даже с той топкой, которую мы уже видели. С цельнолитой. С цельнолитой, да, все так. И, конечно же, расширение мощностных линеек. Там, забегая вперед, можно сказать, что это будет и 12-я модификация, и дальше выше в сторону как раз тех парилок, которые больше друзей помещают. Слушай, ну вот если сравнивать вот эту топку, которую я сегодня видел, она, мне кажется, действительно по размерам такая, приближена, наверное, к реальным 18 кубам. То есть это очень глубокая топка, то есть 45 сантиметров глубина топки. Она довольно объемная, и печь, в принципе, выглядит такой вот широкой, мощной. Доброводной выглядит, да. Будет ли модификация былина с закрытой каменкой? Сегодня все секреты нужно рассказать, да? Ну, а как иначе? Да, в разработке есть такая печь. Мы обязательно будем следить за развитием событий, и, надеюсь, тоже первыми узнаем, а может быть и попробуем, на собственной шкуре, каково это париться в бане с установленной печкой былины, как конвекционной, обычной, с обычной классической, открытой каменкой, так и в будущем. Все-таки я надеюсь, что мы увидим чугунную печку от Теплодара с закрытой каменкой. Там будет совершенно, наверное, уникальный парк. Пригласим обязательно, даю слово. Ну, ловлю на свое. Как вы отслеживаете качество литейного? Я так понимаю, дальше вас пригласят как раз на литейное производство. Да, очень бы хотелось там побывать. Да, я думаю, все это можно организовать. Вот, и там вам удастся посмотреть на химлабораторию. Лаборатория, которая позволяет оценить состав, в принципе, любого металла. Это наша производственная площадка, где, в принципе, мы будем отслеживать качество всего металла, используемого при производстве, ну и в данном случае выпускаемого из дверей Теплодара. Мне кажется, эта печь имеет определенный потенциал, однозначно будет успешна. А сейчас мы узнаем, какая будет розничная цена на эту печку. Собственно, никакого секрета нет. Розничная цена для Новосибирска, для Ситифорнакс – 19,990. Вот так. То есть печка, которая в чистом весе весит, что думаете, около 100 килограммов? 97, если быть точным. 97 килограммов весит печка, 97 килограммов чугуна плюс металл стоит меньше 20 тысяч рублей. Ну, можно плюс 60 килограммов загрузки сюда же. Да, плюс каменка, кстати, я угадал, да, на 60 килограммов. 60 килограммов. В этом ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей на самом деле не так уж много чугунных печей, которые бы имели такую внушительную толщину стенки, топки и большие размеры. Обратите это внимание, можете зайти на наш сайт fornax.ru, зайти в раздел печи, печи для бани, отфильтровать печки по типу используемого материала и поизучать весь наш ассортимент. И вы увидите, что 19,990 за печку, рассчитанную на 18-кубовую парилку – это очень-очень хорошее предложение. Я думаю, что они будут разлетаться, как горячие пирожки. Мы очень надеемся, наверное. Да вы уверены, чего вы надеетесь-то? На этапе сборки, когда мы смотрели ряд печей, на которые еще не успели надеть кожух-конвектор, я увидел, что отдельно оформлена корзина каменки. Вот я с Алексеем, с начальником ЦЭХа успел побеседовать по этому поводу, но хотел бы от вас получить этот ответ. С чем связана вот эта двухконтурная форма печки? Есть массивная корзина каменки, сверху у нее надевается еще более массивный кожух-конвектор. Здесь назначения два, по сути. Во-первых, как мы уже проговорили, это удержание большой закладки камней. 60 килограммов держать нужно, понятно. А вторая функция – это конвекционный канал. Это подъем, да, все тот же подсос воздуха холодного снизу печи. И вывод горячего сверху. То есть между стенкой корзины каменки и между стенкой конвектора есть зазор, в котором проходит воздух и выходит через щели верхней части печки. Именно для этого и продумано. Ага. Тогда какое время нагрева печи, нагрева парной у этой печи? Официальное время озвучено как час-полтора часа, но по нашим испытаниям 45-50 минут и парная, на которую рассчитана эта печь, прогревается. Ну, то есть все зависит, как обычно, от теплоизоляции бани. Если она хорошо теплоизолирована, то печка быстро справляется. По ходу нашей беседы у меня появляется все больше и больше вопросов. Меня просто нужно останавливать. Но я не могу его сейчас не задать. Теплодар уже 20 лет работает с нержавейкой, работает с конструкционной сталью, работает с котловой сталью. Но вот сейчас начали работать с чугуном. Чем чугун выгодно отличается от тех материалов, которые вы ранее использовали в своих печах и до сих пор используете? Ну, прежде всего я бы хотел сказать о том, что наш чугун, мы говорим только про наш чугун, это гигантский запас прочности. Мы даем 5 лет гарантии, срок гарантии на нашу Гулин-18 в таком-то исполнении. Это возможность топить ее в более, наверное, интенсивном режиме, чем у нежели какие-то другие печи, других производителей. Но в основном, да, это ресурс. То есть, ну, смотри, 5 лет гарантии до этого давали только на печи линейки профиль. Это, в принципе, для бытового использования очень серьезная гарантия, которую мало кто дает, в принципе, на печеном рынке. А сейчас, прямо на старте вот этого чугунного своего проекта, вы сходу даете 5 лет гарантии. Не боитесь? Да, не боимся. Результаты испытания показывают, что можно и больше, но ограниченность пяти угадает. Как относится чугун к попаданию воды, непосредственному контакту с водой, когда он нагрет? Могу сказать только по результатам испытаний, как раз, что проводились для этой печи. Разогревали до нужной температуры, до температуры много выше. И выливали, если говорить точно, 3 витра точно выливали холодной воды. В общем, деформации, каких-то трещин не было обнаружено вообще. Ресурсы испытаний проводились в разных режимах. Ну, я здесь могу подтвердить слова, потому что, в принципе, у меня давно была информация о том, что компания Теплодар запускает свою литейку и активно проводит испытания своих заготовок. Я знаю, что вы года два запускали эту литейку точно именно в работу. И, видимо, все это время, большую часть этого времени вы работали на то, чтобы как раз испытать. Протестировать. Да, протестировать свои заготовки вот в таких вот экстремальных режимах. Ну что ж, я желаю компании Теплодар успехов, дальнейшего процветания. Я уверен абсолютно, что это изделие новое открывает для вас новую нишу, открывает новых потребителей, открывает, мне кажется, безграничные возможности. Ну и успехов. Спасибо за напутствие. Да, будем вместе работать. А мы пойдем смотреть литейку. Спасибо. Друзья, расскажите, пожалуйста, что это у вас за участок, что вы здесь делаете. Здесь, собственно говоря, участок вспенивания полистирола, из которого далее едут, и далее остальные пациенты. Вот это, собственно, есть сам полистирол по изначальному его виду. Мелкие гранулы, так далее. Мелкие, классные. Далее вот выщипается сюда желуд. Далее здесь мы включаем прогрев самоуспенивателя. То есть сейчас вот эта камера будет парно-деревать прогреваться. То есть вот из вот этого срукательства ты пол примерно, ну, детали 3-4 большие будут готовы. Ну ничего себе. Вот из этого маленького стаканчика у нас получилось. Столько инополистирола. Вот такое там получается. Ага. Все, весь процесс. Спасибо, Ярослав. Пехоплавлен. Сейчас мы покажем, как у нас делается сквозная деталь. Сейчас вот эту форму вы вновь заполняете полистиролом. Он там запекается, превращается в уже вот такую заготовку для отливки. Собственно, сам процесс литья называется литье по газифицируемым моделям. Это такой технологический процесс, который позволяет заливать металл в литейную форму, изготовленную из пенополистирола. Это, наверное, самый распространенный материал для изготовления подобных моделей. А как вы узнаете, что все, хватит подавать полистирол? А полистирол просто ездить. А, то есть все просто. Да. Даже по другу можно обвинять. Технологический цикл просто. Это изготовление модели вот на этом участке из пенополистирола, который подготовили на предыдущем. Затем будет формироваться как раз непосредственно модель, ее окрашивание. Дальше посмотрим мы формовка. И затем уже на заливочный участок пойдут эти формовки, где будут залиты сплавом. Они будут далее охлаждены, отрезаны и очищены до блеска. Та же самая процедура с обратной стороны, чтобы не было пустот никаких, да? Да. Форма большая, наверное. Форма подбивается. Давайте продавать. Вот, садеваем. Забываем. Насколько. Ладно, секретные манипуляции с цифрами мы, наверное, показывать не будем. И пошел процесс запекания. Это заготовки для изготовления заготовок для топок банных печей былина. Не знаю, пойдет ли это в эфир, потому что это действительно такой интимная довольно часть личной жизни компании Теплодар, но тем не менее. Это вот на соседнем участке был изготовлен для вас полистирол. Да? Да. Его вспенили и сейчас... Форма забивается полистиролом. Полистирольная форма. Молодико. Как красивая, ровненькая. Здравствуйте. А здесь в компании Теплодар проходят уроки труда. Коробочки можно клеить какие-то, конвертики. Для того, чтобы получилась цельнолитая топка, соединяю в две половинки вот таким незатейливым, простым, ну а что мудрить, способом. А вы здесь дорабатываете, получается, сейчас формы дверец для котловки Клодаровской. И насколько качественно вы сейчас это сделаете, настолько проще будет обрабатывать уже конечную отливку. Через какое-то время вот эта форма станет вот такой формой. Ее специально покрывают чем? Покрытие покрытие. Это антипригарное покрытие. Нужно покрасить пенополистирольную форму, дождаться полного высыхания вот этой краски. И затем уже эта форма засыпается песком и отправляется, собственно, на участок, где она заливается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА